Давайте пошустрее. Семья Карцевых, квартира номер 270. Сколько лет вы дожидали? Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области поручил застройщику вручать ключи участникам долевого строительства Ивановской ДСК, прокомментировав при этом, что затянувшаяся сдача дома Литер-1Б в Сухово-Дерябрьском микрорайоне не праздник. Застройщик, наконец, выполнил свои обязательства. Мы понимаем, что с вами это не решение всех проблем. Есть другие дома, есть и дома, которые СУ-155 строил, есть дома, которые другие застройщики строили. По каждому дому индивидуальный порядок. По части домов есть графики, они понятны, это по СУ-155. Прежде всего, это первые полугодия следующего года. Мы говорим, что с каждым домом будем держать на контроле. Пришлось сориентировать, скажем, Роскапитал и подрядчик на более динамичную работу. Вот первое средство, так мы работаем. Екатерина Новожилова, участница долевого строительства, стала во втором квартале 2015 года. Сегодня у всей семьи праздник. Считайте, уже больше, чем два с половиной года мы ждали этого счастливого события. За это время у нас пополнилась семья на одного ребенка. И хотелось бы уже больше получить. На самом деле, эта секция была практически готова еще летом. Но из-за проблем с подключением электричества по постоянной схеме не удавалось обвести многоэтажку в эксплуатацию. В силу того, что перед рядом подрядных организаций была задолженность, не были оформлены документы, сданы в Ростехнадзор, и не было допуска Ростехнадзора электроустановок на допуск в эксплуатацию. Путем вмешательства Минстроя, губернатора непосредственно, мы с губернатором ездили в Минстрой на совещание соответствующее, были найдены решения по выходу из этой ситуации, соответственно, все проблемы были решены. Квартиры сданы, но теперь жители волнуют другой вопрос. Когда около их дома благоустроят территорию и сделают детскую площадку? На сегодняшний день, вот уже сдается последняя часть этого дома, а площадки нет. Мамочки гуляют в домах ДСК, в других дворах, где угодно, только не в своем дворе. Потому что нет ни качелей, ни каруселей, дети топнут в грязи. То есть наша площадка, если честно, хуже я не видела нигде. Есть в растущем микрорайоне другие проблемы, которые в ближайшие годы предстоит решать городским властям. Здесь есть проблемы и с детскими садами, и со школой. По школе мы запланировали на следующий год будет выполняться проектирование по строительству школы. Соответственно, по детскому саду в этом году нам удалось уже ввести дополнительные группы в детских садах. И, соответственно, уже есть проект на детский садик в микрорайоне Рождественский, который должен быть у нас построен по федеральной программе. Я надеюсь, что у нас все с садиком получится уже в 2019 году. Не позднее июня 2018 года ключи от своих квартир должны получить дольщики недостроенных домов в микрорайоне Рождественский и на улице Почтовая. По другим адресам работы планируют завершить гораздо раньше. Губернатор поставил задачу на следующей неделе обеспечить получение ключей дольщиками по Рождественской 2. Также мы подтвердили о том, что два адреса Рафаковская и Парижская коммуна в конце января мы тоже сможем ввести в эксплуатацию два дома. То есть, если вы помните, там была проблема с подключением по постоянной схеме. На сегодняшний момент все необходимые платежи осуществлены, проектная документация подготовлена, закуплено оборудование для постоянной схемы. И в конце января мы планируем, что сможем ввести эти два дома в эксплуатацию. В торжественной обстановке ключи вручили только некоторым дольщикам дома Литер-1Б. Всех остальных собственников квартир приглашают сделать это в ближайшее время в офисе Ивановской ДСК. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.